Генеральный партнер программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны – 48300 и 48333. Партнер программы – салон-магазин стильных подарков «Важная персона». Афир канал РЕН продолжает новости Анапа-регион. В студии Кристина Рабина. Здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. Поджог или несчастный случай? В Алексеевке пожарные спасли семью. Муниципальная земля учет любит. Власти Анапы намерены добиться, чтобы каждый квадратный метр приносил доход городу. Об этих и других событиях расскажем прямо сейчас. Несчастный случай или поджог? 6 ноября в дежурную часть пожарной службы позвонили анапчане. В соседней квартире – пожар. Из огня спасатели освободили целую семью. Вадим Родин побывал на месте событий. Вот в этом маленьком уютном дворе произошло то, чего никто из проживающих здесь людей и представить не мог. Внезапно вспыхнул пожар в первом подъезде. Очевидцы утверждают, что поджог совершили неизвестные лица, ранее здесь никогда не появляющиеся. Ну, зашли во двор пять человек, подростков. И, значит, трое зашли в подъезд. Один остался на лавочке, и другой пошел двор осматривать. И минута прошла, они выбежали. И полыхнул под подъезд черный дым. И потом я закиплами. Ну, естественно, начались тут все. По всем подъездам стучали по все окна, чтобы люди выходили, спасали людей. И, в общем, такая ситуация. Просто так, видимо, что-то сделали, не знаю. Ну, это просто доли секунд. В общем, вандализм, я не знаю. Пожарные приехали минут через семь, может, пять. Ребята с пирамидой прибежали, помогали тушить, потому что на верхних этажах были дети. При приезде на пожар мы обнаружили задумление в подъезде. В задумленной зоне на третьем этаже были люди. Была произведена эвакуация пяти человек. Людей выводили за средства спасения, включались в аппараты, брали средства спасения, одевали на них маски и выводили через лестницу. Пожар был потушен. Люди были все спасены. Пострадавших нет. Когда дым немного рассеялся, пожарные обнаружили пластиковую пятилитровую канистру с горючим, уже раздутую от высокой температуры и готовую рваной. Подъезд обгорел полностью равно, как и оставленные в нем коляски, велосипеды, строительные материалы. Часть из них придется выкинуть. Да и сам подъезд подлежит ремонту. Внутри долго будет оставаться устойчивый запах гари. По предварительной версии поджога, неизвестные лица облили, либо кинули канистру с бензином в подъезд и подожгли. В результате чего стены в подъезде были закопчены, весь подъезд был в дыму и закопчен. Ожидается опергруппа из УВД для дальнейших разыскных мероприятий. Жители говорят, хорошо, что это произошло днем. Вечером весь двор заставлен автомобилями. Пожарная машина вряд ли сможет проехать. Поэтому и контролирующим службам, и самим жителям нужно отнестись к этому серьезно, дабы избежать жертв в будущем. Вадим Родин, Анапа-регион. Главу города Сергея Сергеева не меньше, чем всех анапских родителей, беспокоит ситуация с очередями в детской поликлинике. Меры принимаются. Ежедневное обслуживание родителей с детьми в регистратуре контролирует вице-мэр Людмила Гузенко. Сегодня же Сергей Сергеев на месте с медработниками решали, как еще улучшить обслуживание в поликлинике и полностью исключить феномен очередей. Подробности в сюжете. Вместе с сотрудниками поликлиники мэр Анапы Сергей Сергеев анализирует работу подразделения. А именно куда в первую очередь обращаются родители маленьких пациентов – регистратуры. Медработникам приходится нелегко. Все дело в нехватке кадров и рабочих мест. Возьму на контроль и дополнительно выделю средства на то, чтобы у вас было не 3, а 10 человек здесь. Бум рождаемости в Анапе повлек за собой и увеличение посещений в поликлинике. С новым объемом лечебные учреждения постройки конца 80-х годов справляются с трудом. Количество документов на бумажных носителях и техники увеличивается. Растет штат, все требует дополнительных площадей. Раньше регистратура обслуживала 8 участков, теперь их 10. Медицинскую помощь получают не только городские дети. Сюда приезжают из сельских округов. Возросла нагрузка на узких специалистов. Решение проблемы глава курорта с медиками находят на месте. Расширить регистратуру за счет гардероба. Появится дополнительно еще два рабочих места. Буфет, который первый год работает в поликлинике, пока останется на месте. Мне кажется, надо с учетом мнения руководства сюда сортимент расширить. Потому что время обедения. Еще одна зона особого внимания – зал лечебной физкультуры. По распоряжению мэра здесь активно приступили к ремонту. Но, тем не менее, занятия не прекращаются ни на один день. Еще вчера ребятишкам приходилось заниматься на устаревшем оборудовании и простеньких тренажерах. Теперь все иначе. Подраг детской поликлиники от мэра Анапы. Новенькие современные тренажеры. Яркий инвентарь, самые маленькие пациенты еще долго будут воспринимать как занимательные игрушки. Что, впрочем, тоже полезно для лечебного процесса. То, что нам сейчас мэр преподнес и управление здравоохранением, мы просто благодарны от всего сердца. Я думаю, что выражу мнение не только медработников нашего отделения физиотерапевтического, на базе которой расположен зал ЛФК лечебной физкультуры, но и от всех мам и детей, которые с удовольствием уходят заниматься в наш зал. В конце встречи с медработниками мэр Анапы Сергей Сергеев в очередной раз подчеркнул, что самое важное в благополучном исходе лечения – это доброе слово врача, которое лечит лучше любого лекарства. Светлана Авилова, Станислав Фалько, Анапа-регион. К другим темам. Плодородная земля Кубани в идеале должна давать не только урожай. Арендная плата за земельные участки – составляющая городского бюджета. Чтобы бюджет пополнять, нужно учесть каждый земельный участок. Количество договоров аренды благодаря работе властей растет. Плодородная земля Кубани в идеале должна давать не только урожай. Арендная плата за земельные участки – составляющая городского бюджета. Чтобы бюджет пополнять, нужно учесть каждый земельный участок. Количество договоров аренды благодаря работе властей растет. В 2012 году договоров аренды было 2300, на сегодняшний момент – 2886. То есть земля учитывается, оформляется и в установленном законном порядке поступает арендная плата в местный бюджет. В Анапе в прошлые годы практиковали использование земли без арендной платы. По распоряжению мэра Анапы Сергея Сергеева, специалисты управления сельского хозяйства и имущественных отношений, проводят инвентаризацию земельных участков. Свободной земли и той, что обрабатывают свободно, без оформления документов, установят статус по закону. То, что касается свободных так называемых земельных участков, неразграниченных, если правильно говорить, то они формируются, регистрируются право муниципальной собственности и предоставляются в аренду. Вот здесь я хочу сделать акцент. Мы долго готовились к этому, собирали информацию, формировали, соблюдали законодательство. И с сентября месяца мы уже провели первый аукцион, конкурсы. И цель максимально выйти на позицию, когда земельные участки для строительства предоставляться должны исключительно с конкурсов и аукционов. Эта практика будет постоянной, систематической и ничего другого, наверное, не должно быть. С первого же аукциона в городской бюджет поступило 8 миллионов рублей. Такую практику в Анапе продолжат, учитывают все участки земли. Привлекают к инвентаризации активистов сельских округов, запрашивают информацию в земельном центре и формируют карты. Каждая сотка земли будет приносить доход городскому бюджету. Должен быть учет, контроль. И, поверьте, мы все равно к этому придем. Опыт у меня в этом есть. Я работала в сельхоз районе, я имею в виду сельскохозяйственного преимущественного назначения. Уверена, что с этой задачей справимся. Бывают такие ситуации, когда земля принадлежит субъекту, но еще она в стадии оформления. До недавнего времени на неучтенной земле городской бюджет ежегодно терял несколько десятков миллионов рублей. С губительной практикой покончено. Если заинтересованное лицо вложило определенные средства, приобретая в аренду земельный участок, то, наверное, будет стремиться, на мой взгляд, и к тому, чтобы его быстрее освоить, вложить инвестиции, получить прибыль. Арендная плата останется стабильной, повышения не будет, и контроль земельных участков останется на прежнем, высоком уровне. Рост доходов от аренды земли за 10 месяцев этого года составил более 114%. В реальных цифрах – 42 миллиона 370 тысяч рублей. Все вырученные средства пошли на выполнение социальных программ, ремонт детских садов и строительство дорог. Наталья Пухальская, Станислав Фалько, Анапа. Регион. Сотрудники анапской полиции и работники администрации города продолжают профилактическую работу и контролируют соблюдение краевого закона 1539. Итоги очередной такой проверки в следующем сюжете. Рейдовые группы, патрулирующие улицы Анапы в рамках закона 1539, выходят на маршруты ежедневно. Сотрудники полиции, члены казачьих дружин и специалисты администрации уделяют особое внимание не только общественным местам, но и развлекательным заведениям. На площади перед администрацией патруль остановил двух парней. Как оказалось, им всего 14 лет. О том, что дома им нужно быть в 22.00, они знают, но почему до сих пор гуляют по вечернему городу, объяснить не могли. Сотрудники полиции попросили школьников вызвать по телефону родителей. Так, где мама? Давай-ка вызывай, друг мой, маму. Члены рейдовых групп призвали взрослых более ответственно относиться к краевому детскому закону. Проверка центральных улиц Анапы, сквера имени Аванесовой и скейт-парка результата не дала. Больше нарушителей в этот вечер не было. Рейды проходят в любой день и в любую погоду, уберегая подростков от ошибок, возможно, кому-то сохраняя жизнь. Пока на улице хорошая погода, самое время позаботиться о хороших подарках к Новому году. Время на подготовку к главному празднику года лучше провести в магазине «Время подарков». Накануне праздников здесь дарят 20-процентную скидку на все покупки. Что купить к Новому году и что дарить в Новый год, расскажет Лариса Басова. Нашему магазину «Время подарков» исполняется три года. За этот период магазин сильно изменился. Торговые площади увеличились в три раза, а вследствие этого расширился ассортимент. Учитывая интересы наших покупателей, мы постоянно обновляем коллекции подарочной и интерьерной продукции. В наш день рождения мы делаем для вас подарок. 20-процентная скидка на все группы товаров, включая новогодний ассортимент. Вот такой сюрприз в свой день рождения приготовил для покупателей магазин «Время подарков». Скидки будут действовать в ближайшие три дня – 8, 9 и 10 ноября. А купить можно буквально все, любой подарок на любой вкус. Обновилась и значительно пополнилась новогодняя коллекция. Можно здесь же купить елочку и к ней одного стиля украшения. Модные в этом году тенденции елочных украшений называются «ледяными». Изготовлены из небьющихся прозрачных материалов, украшены стразами и блесками. Пользуются большим спросом. Новогодняя и рождественская ночь поистине будут волшебными в вашем доме, украшенном светящимися композициями. Обязательный атрибут Рождества ангелочки и множество других милых вещиц, которые могут украсить не только интерьер квартиры, но и ваш рабочий стол в офисе. Напоминаю, что приближается Новый год. Магазин «Время подарков» позаботился о вас, предлагая не только широчайший ассортимент подарков и специальные упаковки с новогодней тематикой, но и предлагает подарки два в одном. Это мягкая игрушка с оригинальной коробочкой для другой игрушки или конфет. В этом году особенно большой выбор новогодней атрибутики, вокруг которой или внутри которой падает снег. Вот такую игрушку-сувенир-шар не надо встряхивать постоянно. Встроенная батарейка обеспечит непрерывный снегопад. В продаже есть конструкции в виде миниатюрных уличных фонарей, снеговиков и других новогодних персонажей с подсветкой. Их можно устанавливать как в комнате, так и во дворе своего дома. Такие фонарики всегда укажут путь к родному очагу и создадут неповторимую уютную атмосферу. А вот веселье и мини-дискотеку можно устроить прямо у себя в комнате, включив диско-шар. Даже для тех, у кого все есть, магазин «Время подарков» подберет оригинальную вещь. Новое поступление – книга «Альбом успешного человека». Разделы книги «Мое любимое дело», «Перспективы развития», «Как все начиналось» можно заполнять долгими зимними вечерами и затем передать накопленный опыт преемникам и наследникам. Настоящее произведение – искусство шахматы. В баталиях вы будете участвовать в роли шахов и полководцев. Кутузова, Наполеона, Дмитрия Донского – лучшего подарка интеллектуалу и азартному шахматисту трудно найти. А вот любители рыбалки и охоты обрадуются такому подарку, необходимому в походе набору, продуманному фирмой-изготовителем до мелочей, удобному и надежному. Магазин «Время подарков» располагается на улице Ленина, 153, с удобным заездом и парковкой. Спешите за подарками, время не ждет. На сегодня это все новости и в завершении выпуска прогноз погоды на завтра. В пятницу 8 ноября в Анапе будет солнечно и относительно тепло. Температура воздуха в дневные часы 11-13, ночью до плюс 10 градусов со знаком «плюс». Ветер северо-западный – 2,4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме – 764 миллиметра ртутного столба. Температура морской воды в Анапской бухте – плюс 15 градусов по Цельсию. Далее блок полезной информации от партнеров программы производственного предприятия «Меркурий-2» и салона магазина подарков «Важная персона». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь. До встречи. Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны – 48300 и 48333. Партнер программы – салон-магазин стильных подарков «Важная персона». Салон-магазин «Важная персона» – все самое лучшее для самого главного праздника. Невероятный выбор елочных украшений, сказочные лесные красавицы от лучших дизайнеров Дедушки Мороза. Все для новогоднего настроения и интерьера. И, конечно, лучшие подарки для самых любимых. «Важная персона» – Анапа, улица Ленина, 15. С наступающим Новым Годом! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова